Ялтинская киностудия по заказу телеканала Н представляет проект 12 серийного телевизионного фильма в жанре политического боевика об истории дружбы трех славян русского, украинца и серба под названием «Серб». Короткая справка. Ялтинская киностудия – это крупнейший рентал и продакшн на территории Автономной Республики Крым. Основана в 17-м году видным российским продюсером Александром Ходжонковым. За вековую историю на базе киностудии снято огромное количество знаменитых советских фильмов, на которых выросло не одно поколение граждан великой страны. В настоящий момент Ялтинская киностудия активно развивается в направлении собственного производства. Эта история началась в 1988 году, когда два друга Андрей Еремин и Владимир Глебов выпустились из одного киевского военного училища. Они закончили факультет военной разведки в системе главного разведывательного управления вооруженных сил Советского Союза. У Андрея Еремина был влиятельный папа в звании генерал, он выхлопотал, чтобы сын остался служить в Киеве при штабе округа по своей специальности. Владимир Глебов родился в Воронеже, влиятельных родителей не имел. После окончания училища был распределен на Дальний Восток, в обычную полевую часть, откуда через год и уволился. На гражданку вернулся снова в Украину, осел в Севастополе и женился. Третий герой нашего рассказа, Марк Астанич, жил в Белграде. И в тот самый год, когда наши герои закончили военное училище в Киеве, он демобилизовался из вооруженных сил и поступил на службу в Югославскую госбезопасность в отдел наркоконтроля. В этот год особенно активизировались албанские наркоторговцы, которые осваивали новые маршруты из Афганистана и Турции в Европу. Четвертый герой нашей истории, албанский молодой человек по имени Фатмир, которому тоже в 1988 году исполнилось 22 года, жил в Косово, как раз на границе с Албанией. Он был предводителем местной молодежной банды, которая развлекалась драками и грабежом. После одного случая, когда Фатмир в драке убил сына большого сербского чиновника, и ему грозила тюрьма, старшие албанцы отправили его в Америку, в Нью-Йорк, где как раз формировалась албанская мафия, и молодые головорезы активно внедрялись во всевозможные сферы бизнеса, вытесняя итальянцев, ирландцев и чернокожих. Особенно жестоко албанцы встревали в дела на рынке недвижимости. Целые кварталы негритянских гетто с точки зрения цены не стоили ничего, чернокожие не платили за жилье, и албанцы решили перехватить здесь инициативу. Они выкупали дома за бесценок, заходили толпой в дом, звонили в первую попавшуюся дверь, выходил какой-то негр. Ему сообщалось, что цена за жилье с сегодняшнего дня выросла в 10 раз, и расчет будет завтра. Негр, естественно, посылал незнакомцев куда подальше, один из албанцев доставал пистолет, демонстративно стрелял ему в лоб и садился в тюрьму. Дальше звонили в другую квартиру. На целый квартал было достаточно трех убийств. Три албанца садились в тюрьму в ожидании суда, за них лопотали щедро оплаченные адвокаты, но уже через 2-3 дня недвижимость в этих кварталах резко выросла в цене. Все начинали платить. Фатмир, как организатор этой схемы, быстро заинтересовал полицию Нью-Йорка. В один из дней его арестовывают и начинают доказывать его причастность к этим убийствам. Здесь, в Нью-Йоркской тюрьме, Фатмир знакомится с Филом Стюартом, офицером американской разведки, который вербует Фатмира и после оправдательного приговора в суде организовывает его отправку обратно в Югославию. А на дворе уже был 1991 год. В Югославии вспыхнула война, Советский Союз прекратил свое существование. Андрей Еремин в звании старшего лейтенанта служит в генеральном штабе вновообразованных вооруженных сил Украины. Владимир Глебов живет в Севастополе, работая в разных коммерческих структурах и тяжело переживая распад великой страны, которой он присягал. Фатмир под прикрытием американского резидента ЦРУ Фила Стюарта организовывает трафик тяжелых наркотиков через пограничные посты Югославии в Европу. Марк Костанич занимается тем, что противостоит его деятельности, собирая оперативную информацию на Фатмира и ожидая удобного момента, чтобы этот компромат реализовать. И в этот момент младшая сестра Андрея Еремина Ольга, выпускница Киевского медицинского института имени Богомольца, уступая уговорам своей подруги, садится в Киеве на автобус с челноками и едет в Белград за товаром. Автобус пересекает границу Югославии с Румынией как раз в том самом месте, где Марк Костанич вместе с напарником ожидал переход границы одним турецким тиром, в котором, как ожидалось под видом модной в то время видеоаппаратуры, перевозилась крупная партия героина. Марка знакомится на таможенном посту с Ольгой и влюбляется в нее. Автобус с челноками после пересечения границы, попадая в перестрелку между албанскими боевиками и югославскими подразделениями внутренних дел, об этом становится известно Андрею Еремину, он вылетает в Белград, чтобы вывезти из Югославии сестру. Там они знакомятся с Марко. Марко озвучивает свое желание жениться на Ольге. Еремин не в восторге от этой идеи. Но буквально через год Марко и Ольга поженились в Киеве и Ольга переехала к Марко в Белград. Прошло 7 лет. К этому моменту всем нашим героям исполнилось 35 лет. Владимир Глебов считает, что он неудачно женился. Он работает в Севастополе инженером. Жена считает его неудачником. Мечтает о машине, как у ее подруги и трехкомнатной квартире. У них была дочь, но каждый день Глебов хотел хлопнуть дверью и уйти из семьи. Андрей Еремин до сих пор так и не женился. Все как-то не получалось. Фатмир стал крупным полевым командиром и контролировал потоки товара не только наземными маршрутами, но и по воздуху и через порты в Атриатическом море. Он тесно сотрудничал с американской, немецкой и турецкой разведками. После замужества и переезда с Марко в Белград, Ольга устроилась на работу по специальности в госпитале. Их совместная жизнь с Марко была далека от идеала. Поначалу все было хорошо, но вдруг выяснилось, что у них не может быть детей. Кроме того, в связи с разразившейся войной на Балканах, Ольга периодически возвращалась в Киев. Тем не менее, она любила Марко и приезжала к нему в Белград. Ведя активное наружное наблюдение за Фатмиром, Марко смог зафиксировать очень тесные связи албанских наркоторговцев с резидентом немецкой разведки БНД Отто Блюмом. И в один из дней 2001 года, как раз во время тайной передачи Слободана Милошевича в Гаагу, Марко зафиксировал передачу Отто Блюму крупной суммы наркоденек. Это был убойный компромат. Марко успевает скопировать видеозапись на свою свадебную кассету и в этот же день в него стреляют. Оригинал записи исчезает. Марко в состоянии клинической смерти попадает в госпиталь в Белграде, где работала Ольга. Ему делают операцию и хирург объявляет, что несмотря на тяжелое ранение, Марко выживет. Албанцы узнают об этом и посылают в госпиталь киллера добить Марко. Ольга оказывается свидетелем попытки добить своего мужа, пытается помешать этому и погибает. Андрей Еремин прилетает в Белград и вывозит в Киев погибшую свою сестру и зятя, находящегося в коме. В Сербии все убеждены в том, что Марко Станич убит. На самом деле он несколько лет находится в коме в военном госпитале в Киеве. Через несколько лет он приходит в себя, но ничего не помнит. Андрею Еремину советуют отправить его в Крым, в мужской монастырь, знаменитый тем, что гости в нем очень часто излечиваются. Проходит несколько лет. Еремин дорастает до чина полковника внешней разведки. Украина активно движется в сторону НАТО, и Еремина назначает руководителем отдела по вопросам ПДЧ, сокращенно план действий по членству. Главным контактным лицом со стороны НАТО становится офицер Бундесвера Отто Блюм. Блюм выразил желание поужинать в Киеве со своим партнером с украинской стороны, чтобы в личной беседе выяснить степень пригодности и лояльности украинского офицера. В беседе за столом ресторана Отто Блюм и Андрей Еремин обсудили практически все, и под конец беседы обменялись мнениями о том, кто где служил. Блюм сообщил, что много лет служил на Балканах, Еремин рассказал о себе и сообщил, что Балканы связаны с его личной трагедией. В Белграде была убита киллером его сестра. Слово за слово, и Блюм понимает, что Еремин это родной брат жены того серба, которого с его ведома ликвидировали албанские террористы. И он понимает, что если Еремин узнает об этих обстоятельствах, то он станет его личным врагом. На следующий день Еремин узнает, что он отстранен от работы по линии НАТО, и вообще он в бессрочном отпуске до особого распоряжения. Еремин понимает, что перспективная работа накрывается медным тазом. Он задумывается над тем, что же случилось, и понимает, что эти резкие перемены связаны с ужином с оттаблюмом. Весь разговор с ним в ресторане был идеален. Один момент с Ольгой вызывает вопросы. Еремин, как типичный военный человек, понимает, что без водки не разобраться. Он садится в поезд и едет в Севастополь к своему однокурснику Владимиру Глебову, который сразу после выпуска демобилизовался и 20 лет не занимался оперативной работой. По идее, он не был испорчен, как все разведчики, прослужившие 20 лет. Он просто работал инженером в севастопольском офисе мобильного оператора МТС. Заодно Еремин хотел проведать своего зятя, потерявшего память Марка Станича, который жил в мужском монастыре. Глеба встретил Еремина на железнодорожном вокзале Севастополя. Еремин вышел из вагона слегка выпившим. Глебов был с ним солидарен. Он вчера как раз наконец-то развелся с женой. Жена была недовольна его бедностью и маргинальностью. Она даже не подозревала, что Владимир Глебов просто шифровался. Он был разведчик до мозга костей, который жестоко страдал от того, что великая страна, которую он присягал, прекратила свое существование. Он считал, что ее разрушили деньги и спецслужбы других стран, а также предательство руководства. И он готовился ответить все 20 лет. Он хакерским способом снимал со счетов западных банков небольшие суммы до 100 тысяч долларов и клал их на счета на предъявителя в разных странах. Он считал, что эти деньги помогут возродить, пусть даже не прогнивший Советский Союз, но хотя бы Великую Русь, Содружество Славянских Государств. Друзья выпили за эту идею и поехали проведать Марка Станича. Во время этой встречи Марка вспоминает все. И свою жену, и Еремина, и Отто Блюма, и Фатмира Таши. И в то же время он вспоминает главное. Он вспоминает, что добыл компромат на резидента американской разведки Фила Стюарта. И то, что Фил Стюарт есть учредитель фонда, куда делали взносы албанские наркоторговцы. Фонда, который оплачивал обучение пилотов. Пилотов, которые 11 сентября 2001 года врезались в башню Международного торгового центра. Три друга, русский, украинец и серб, понимают, что обладание такой информацией есть приговор. Они переглядываются и принимают решение сыграть в игру. А как раз в это время из американской, немецкой и турецкой резидентуры поступает команда о ликвидации трех опасных свидетелей.